У нас, друзья, вопрос. Тут Марина пишет, что она учит английский с помощью Татьяны Богдановой присмотрела недорогой университет в Sunnyvale, тут у нас рядышком, и путь легализации. Она говорит такой, я поступаю в университет на два года, после первого года получаю право на практику CPT, после окончания OPT, Optional Practical Training, что даст невозможность подзаработать небольшие деньги, так как денег впритык, чтобы держаться на плаву. Максимум, что она может собрать, это 20 тысяч, из которых 15 стоит сам университет. Ну и самое главное, что после OPT найти работодателя, который сделает рабочую визу, и впоследствии она сможет через этого работодателя получить грин-карт. Вот такой путь. Значит, плюс ко всему, нужно будет выбрать момент, чтобы вытянуть из Российской Федерации мужа и дочь. Вообще, будь здоров, там задачка. Скажите, у вас встречались пары или студенты, которые пошли по этому пути? Насколько сложно найти работодателя? Что у них получилось, а что нет? Очень хочется получить ваш комментарий по такому пути легализации. Да, значит, что тут сказать? Здесь есть как бы, ну, обычные вещи, да? Ну да, люди приезжают на учебу, получают здесь какой-то там дегри американское, потом получают рабочую визу, то есть это все делается. Но это непросто. Это непросто. И такие люди есть. Я, честно говоря, вот в памяти, пока сижу, перебираю, я не помню семейных пар с детьми, вот чтобы они вот так. Это какой-то уже очень такой долгий путь. И он не просто долгий, а он такой как бы с непонятными перспективами, потому что может обломаться в одном месте, в другом месте, в третьем месте. Мы так как-то вроде не упоминаем, но вообще-то ведь и рынок труда тоже такой, что вот сегодня, допустим, тебе сделают H1B, а завтра, и вся эта квота, где сегодня конкурс, 4 человека на место, а завтра будет экономика неважная, и половина этой квоты даже не выберется, не найдется как бы желающих компаний, которые захотят людей брать. Поэтому там очень-очень много факторов. Такая длинная цепочка, и она займет сколько-то времени там. И если речь идет о том, что она хочет вытянуть, значит, с собой мужа и ребенка, это значит, что у нее должны быть деньги для этого, чтобы содержать мужа и ребенка. Ну да, если она начнет работать, там, скажем, по... Ну да, когда она начнет работать, может быть, даже через год, может быть, раньше, у нее может быть достаточно денег для этого. Это правда. Это правда. Но, во всяком случае, минимум год они будут в такой, как бы, в разлуке в некотором смысле. А может быть, и существенно дольше. То есть мы тоже не знаем, как пойдет. Значит, знаю ли я людей, которые вот такое вот делали, будучи семьей? Нет, не знаю. Нет, не знаю. И я, честно говоря, спрашиваю себя, почему такой сложный путь, допустим, если у нее уже есть 20 тысяч, которые она, там, 15 тысяч готова потратить на учебу, чего бы им не приехать сразу всем втроем? И, там, за 6 тысяч, там, за 7, ну, даже за 8 подать на политику. Через полгода, не через год, через полгода у них будет, ну, там, 7 месяцев, 8, у них будет разрешение на работу, у всех, сразу, и мужа, и у Ниева. И, собственно, у меня как-то даже не укладывается, почему надо идти таким сложным путем. Вот я, может, я чего не понимаю в том, что Марина, может, она не все сказала, и почему бы ей так не сделать? Была бы она моей родственницей или, там, какой-то близкой подругой, и спросила, Миша, вот как ты скажешь, так я сделаю. Я бы сказал, делай политику, не заморачивайся. И, во всяком случае, понятно, что ты делаешь в более-менее понятные сроки. Хотя они не то, чтобы, там, короткие, но они понятные. И, в общем, и по деньгам, и по времени, и по... Потому что она с семьей не разлучается, и они начинают уже жить более-менее нормально. Ребенок в школу пошел, взрослые на работу пошли через полгода, на нормальную. А, там, допустим, первые полгода пока нет разрешения на работу, они что-то еще там поделали. Ну, то есть, и у них же есть 20 тысяч. То есть, не то, что вот они должны, там, как-то, я не знаю, вот так за горло их жизнь взяла, и они теперь не могут выкрутиться, вырваться из этого и так далее. Поэтому я бы даже не стал сильно думать на эту тему. У меня сегодня в скайпе было письмо интересное от молодого человека, который вдруг обнаружил, что в лотерее 14-го года он выиграл. Представляете, вот он сейчас, вот сейчас только он узнал, что он выиграл. Он как-то где-то что-то потерял. Потом играл в другую лотерею, там он не выиграл. Потом он что-то нашел, пошел проверить и выяснилось, что он выиграл. И у него тут осталось буквально пару месяцев, чтобы подать там бумаги, какие надо подать. Представляете, вот как жизнь бывает. И дальше выясняется, что у него денег нет. Потому что, чтобы приехать, заплатить за визы, там, не знаю, там медкомиссии, он какие-то расходы перечислял. Поскольку мне это не близко, то я как бы там не могу сказать точно. Но, в общем, там несколько тысяч долларов ему нужно для того, чтобы приехать, а у него вообще никаких денег нет, сбережений нет, там под залог того, под залог всего. Я долго вникал, не вник толком, что он там написал. И он говорит, нет ли каких-то организаций в США, которые помогают, вот, значит, иммигрантам вот таким новым. И я хочу сказать, что, во-первых, все-таки гринкарта в определении своем подразумевает, что он самодостаточный, у него есть деньги. То есть у него есть деньги, иначе он не подпадает под условия гринкарт лотереи. Кроме того, ну, в конце концов, ну, он приехал, у него ни копейки нет, ну, так он, ну, он может на велфер пойти, у него жена, там, ребенок. Он может стать на велфер с первого дня. То есть не то, чтобы это приветствовалось, но это происходит, это достаточно массово происходит. Потому что таких, как он, много. У них ни копейки нет, они там на интервью делают вид, что у них там квартира, они сейчас продадут, приедут с деньгами, на самом деле у них ни копейки нет. И, ну, так они на велфере сидят, да. Значит, какое-то время, пока не устроятся и так далее. Ну, ну, да. Так вот, а здесь ситуация такая, как бы у людей запас финансовый есть. Два человека в работоспособном таком возрасте. Вроде я английский, он там TOEFL сдает. То есть, как бы человек в состоянии, если она учится в университете, так она может и работать в состоянии. Я бы вот так поступил на их месте. Значит, а если отвечать на вопрос прямо, знаю ли я кого-то, я уже сказал, что я не знаю. То есть, я знаю, но не семьей. Вот. И я считаю, что вероятность того, что этот путь приведет их, в конечном счете, к грин-карте, то есть, к полной легализации, иммиграции и так далее, что вероятность эта отличается от, там, ста процентов, да. И я не знаю, может быть, там и шестидесяти нет. То есть, настолько тоже. Вот. И плюс всякие там осложнения. Поэтому я считаю, что этот путь намного менее подходящий, чем, например, вот политубежище. Так я думаю. Все. Счастливо. Счастливо.